Ну ладно, это был интересный финал, который казался двусторонним. Вступительная часть и первая половина были чем-то хорошим и лучшими моментами этого сезона. Это было напряженно, ставки были высоки, и Эмма Робертс достойно прошла. Но затем, во второй половине, эпизод начал терять себя, и 30 минут время наступило на него, потому что ему нужно больше времени, чтобы дополнить историю, и придать ей больше плавности. Но в конце концов, с довольно неясным концом и открытиями на протяжении всего, давайте перейдем к этому эпизоду и разберем все, что из него можно вынести. Вот такова история ужасов в Америке, эпизод 9, конец объяснен. Просто чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Концовка. Итак, в этом разделе я просто хочу обсудить последние 5 минут или около того, а затем я перейду к мотивам группы и к тому, почему они делали то, что делали. Но эта концовка требует большого обсуждения. В самом конце эпизода мы увидели, что появился призрак Аделины, и когда она развернула Анну в инвалидной коляске, она говорила и поклонялась Гестии, той самой богине, которой поклонялась на ночь, где она была убита. Когда Анна тоже повторила эту фразу вслух, Аделина сказала, только свет может погасить тьму. Затем после этого Шивон, по сути, начала стареть, распадаться, а затем исчезли и остальные вороньи головы и поклонники сатаны. У меня с этим небольшая проблема. Учитывая, что Шивон, по-видимому, существовала очень давно, еще в 42-м году нашей эры, почему никто никогда не делал этого раньше? И была ли она отправленной обратно в ад или убитой навсегда, это слабость, которая определенно отняла у власти. Что она была такой, как она была, накапливалась за серию, ей не понадобилось, чтобы ее уничтожили. Не понимаю, почему у Шивон не было защиты, свет побеждает тьму, но она стояла на месте и не могла двигаться, у меня были проблемы. Как только это произошло, мы видим, что Анна ходит, и она входит в комнату к ней ребенок, вот потому что больше нет демона, которого она держала, его нет. Когда она взяла ребенка, это человек, у нее есть Оскар. Это символизирует ее теперешний успех. У нее есть ребенок, она получила Оскар. Она может быть матерью, но доказать, что достигла успеха. Вопреки предыдущим эпизодам Вороноголовых, женщинам подобало быть дома, выполняя обязанности матерей, мужчины же стремились к успеху. Зловещий, испуганный взгляд в глазах Анны и как камера отодвигается, будто бы она вышла из кошмара, которым пережила. Такое ощущение, что подразумевается, что Анну ожидает стать главой этого круга, где осталась только она. Все связано с надетыми крыльями и зелеными туфлями после того, как приняла и присоединилась к ним. Казалось, создатели хотят навести нас на эти мысли, хотя я не считаю это правдоподобным финалом. С пауком, вылезающим из кроватки и раздавленным Анной, впервые мы увидели паука. В первой серии, когда он был на Анне после врача Хила, когда она начинала процесс рождения ребенка. Таким образом, убийство паука символизировало и обозначило конец связи с демоном. А ребенок был нормальным, а не самым чистым демоном, который только мог быть. Так что да, концовка определенно была странной. И несмотря на нее, будучи относительно простым, в нем есть сложности, которые просто не должны были быть. Так что это позор, потому что концовка эпизода и убийство Шивон вроде как перечеркнули. Вся работа, которую проделал сериал для создания тайны и силы, которую эти вороны головы иметь. Кем была Шивон? Ну, мы так и не узнали, кто такая Шивон. Кроме того факта, что она была просто буквальный Шивон Корбин. И она установила свои собственные правила. Она называла себя автором и говорила, что управляет миром. Определение автора – это режиссер, который влияет на свой фильм настолько, что они считаются их автором. И поскольку это французское слово, когда оно переводится на английский, оно дословно переводится как автор. Полагаю, Шивон видела мир кинолентой и хотела диктовать его будущее. Оттуда и миссия всех вороновых голов. Целью было избавление от токсичной маскулинности, сделки с женщинами, хотящими всего, затем использование их для рождения детей и вербовки. Основной идеей было введение нового порядка сестринства и создания мира, виденного Шивон. Выяснилось, что Шивон – мать Декса. Предсказано некоторыми из нас сериями назад, не удивлен. Были слова отца Декса о том, что он заставил Вирджинию вырастить Декса. Что могла сказать она? Нет, сказано с намерением привязать к главной общей теме шоу, где мужчины в обществе смотрели на женщин, как на низших. Анна держала ребенка для Шивон из-за эка, поэтому у него было демоническое состояние. Странные вещи, происходившие с Анной, управлялись Шивон и главами воронов. Они подкладывали куклы с разбитыми частями и уродствами, действующие как вуду-куклы. Шивон следила за Анной, чтобы убедиться, что она годится для вынашивания демона. В 2019 году Шивон представилась Анне на встрече женщин, пытающихся иметь детей. На самом деле, в тот день у нее были пробы на роль в артхаусе, так что именно тогда начался первый этап плана. Сериал не дал полного понимания демонической сущности Шивон. Возможно, они так делали, чтобы сохранить тайну, что я могу понять. Однако вместе с тем всегда приятно иметь ясность, особенно если учесть, что каждый сезон – это отдельная история. Мои впечатления от эпизода. Я думал, что этот эпизод – это финал из двух частей, как я говорил в начале. Первая половина мне очень понравилась. Моменты в скорой – символизм того, как мы все время держались за Оскар, страх, паника, смелые убийства, Камала и Декса. Это было как старый добрый американский ужастик. Были кровь, ужас и кошмар, от которого нельзя было убежать. Я также думаю, что работа Эммы Робертс в этом отрывке была отличной. В самом деле, весь эпизод – она была одной из наиболее опытных актрис в этом составе, потому что, когда начала говорить «Кара Делевень», стало уныло. И это было похоже на игру, которая явно заострялась. Вся сцена, где Шивон встретилась с доктором Хиллом и обещала ему успешный карьер в сфере клиник лечения бесплодия, если он выполнил ее приказ, была немного внедрена. Она длилась около минуты, и казалось, это было сделано только, чтобы ответить на вопрос, как он стал участником, что казалось немного ненатуральным. Когда убили Айви, это был момент шока, которого я не ожидал. Но опять же, это подчеркнуло непрофессиональную игру «Кара Делевень». Я не хотел быть таким суровым, как Карри Делевень, но действительно думал, что она была наименее убедительной актрисой в этом шоу, и это было просто сложно избежать, потому что она была в нем довольно много раз. Вся эта история о Шивон, поручившей Айви убить своего сына, как испытание, звучало довольно абсурдно. Это не казалось убедительным, и я в это не верил, поскольку никогда по-настоящему не понимали, каковы эти люди. Так что это просто казалось сюжетным ходом для уничтожения Айви в этот момент, потому что это было то, что они решили сделать. В последней половине этого эпизода, на мой взгляд, все пошло не так. Короткое время эфира 30 минут без рекламы означало, что вся сюжетная линия, построенная в первой половине, должна была быть быстро проехана во второй, потому что у них не было времени дать ясность и завершенность, и они в этом ошиблись, выполняя это. В этом сезоне шоу были взлеты и падения. Это верно, но я думаю, этот момент ниже, особенно если вспомнить о предыдущих сезонах, которые показало шоу. Мерфи объявил, что американская история ужасов была продлена до конца сезона 13, следующий сезон показывает возвращение к корням сильный актерский состав и увлекательная, мрачная история. Мы все внедрились. Я все же на это надеюсь. Вот и все. Американская история ужасов. Девятая серия «Деликат». Объяснение концовки. Если хотите видеть больше об HS «Деликат», нажмите на верхний угол. Все серии шоу изучены. Если вы хотите